Председатели ТОС встретились с главой города Сочи, чтобы обсудить особенности подготовки к лету 2014. Особый вопрос – детский отдых. Это послеолимпийское лето многие называют особенным. Таким же, по мнению главы города, оно должно стать и для детей. Для обеспечения работы площадок закупается спортивный металль, проходят специальное обучение и подготовку преподавателей. Так что мы приглашаем к этой работе волонтеров. По словам главы города, за прошедший год в Сочи появилось 46 новых площадок. Приоритетом летнего отдыха выбрано спортивное воспитание, но важно и интеллектуальное развитие. Новый подход предполагает, что дети будут отдыхать даже в ненастные дни. Для этого разработаны специальные программы. Также в этом году у каждого ребенка появится свой паспорт отдыха. В этом паспорте будет расписано каждый день, где должен находиться ребенок. Или он едет в стационарный лагерь отдыхать, или он отдыхает в нашем палаточном лагере, или он просто находится в многодневном походе, или он в лагере пришкольном, или он в лагере труда и отдыха. И если он не отбачен всеми этими перечисленными формами отдыха, значит он должен находиться на нашей площадке по месту жительства. Глава города отметил и тот факт, что часто детские придомовые площадки приводят в негодность вандалы. Стоит провести ремонт, как уже через 2-3 месяца качели и карусели оказываются испорченными. Чтобы этого не повторялось, глава призвал жителей окрестных домов самим заботиться об имуществе, а в случае необходимости обращаться в правоохранительные органы. Кроме того, глава рекомендовал председателям ТОС города изменить отношение к работе. Пора чувствовать себя хозяевами на своей территории и брать ответственность на себя. Грамотная инициатива в данном случае только поощряется. Елена Отецна, телекомпания ФКТ. Велосипеды возьмите.